народ всем привет многие просили видео по возможности снять вот я его как раз и снимаю у нас macbook air 11 а 1370 модель мы будем через переходник ставить ssd m2 sata так как до 2012 года там использовался sata через переходник вот тут на все форматы практически это у нас стандартный 2280 2260 2242 и самый маленький 2230 это именно специальный переходник для 2010 и 2011 макбук и в этом видео мы установим систему через патчер каталину потому что владельца хочет работать именно на каталине на данном маке все это отстроим настроем и у нас будет все супер загружаемся со внешнего и создать диска установочные для диагностики если кому интересно пишите в комментариях я отправлю ссылку как такое создать данные созды сейчас он появится желтым отобразится все выбираем и загружаемся с него так заходим систему давайте сразу посмотрим состояние аккумулятора там тоже жаловались на аккумулятор но скорее всего он подустал и мы видим что у нас действительно подустал и также подустал внутренние созды на 250 до на 256 гигабайт здесь у нас что samsung стоит 42 бэда на всякий случай загружаемся в его родную систему давайте сделаем сравнение посмотрим как будет работать здесь у нас кстати хай сиро это у нас топовая 7 184 оперативки и завода 256 топовой конфигурации 2011 года запускаем диск спид тест замеряем скорость запоминаем ну тут у нас на запись 214 до максимум попугаев он дает на чтение 240 247 максимум попугаев вот мы делаем этот замер для того чтобы попозже сравнить показатели установочного не так ssd 512 через переходник также замерить скорость но и также мы поставим патчерную систему а теперь пришло время обслуживать берем отвертку пенталоп 1 на 2 миллиметра выкручиваем винты нижней крышки и сразу отстегиваем шлейф батареи вот он видите хоп готово теперь можно приступать к работе с материнской платы затем берем отвертку т5 и выкручиваем винтики системы охлаждения то есть снимаем сразу наши ssd 256 мест него мы не так поставим c12 снимаем кулер теперь радиатор охлаждения посмотрим год назад он обслуживался паста в принципе в нормальном состоянии но все равно так как принесли нужно будет сразу все сделать удаляем старой м x4 наносим новую м x5 от арктик так все сейчас я кейс продуваю от крошек и пыли теперь нам нужно будет обезжиривать поверхность кристалл для этого берем изопропанал изопропиловый спирт ватную палочку либо ватный диск смачиваем одну сторону и до скрипа натираем кристалл процессора также радиатор охлаждения то есть повторяем все все зачистили наносим нашу артик м x5 до этого было м x4 все берем лопатку и уже перемешиваем ее очень аккуратно очень важно не поцарапать не повредить кристалл все достаточно тоненьким равномерным слоем наносим кладем сверху радиатор и по диагонали закручиваем винты отверткой т5 все почти готово переходим к обслуживанию нашего кулера охлаждения выкручиваем 4 винта отверткой 0 2 миллиметра фигурный берем также зубную щетку с мягкой щетиной очищаем пыли внутри корпуса с лопастей кулера обязательно чтобы он чистеньким был внутри также протираем магнитную часть берем силиконовую смазку чтоб склизкая было все готово всего одну капельку и надеваем сверху наш ротор закручиваем винтики возвращаем кулер охлаждения обратно в корпус так что там далее все подсоединяем все закручиваем винты все возвращаем так переходим вот у нас переходник распаковываем ноут не так ssd м2 sata кстати недостаточно редкий сложно было найти поэтому пришлось заказать так вот он ну видимо такие 2 терабайта тоже бывает кстати 2 терабайта он тоже будет читать так а вот с переходником здесь придется паять видите вот эту фишку ее нужно будет вставить нанести флюс нанести припой и потом припаять по размеру то есть тут можно будет 4 размер 2280 2230 2242 идут 2260 то есть а у нас стандартный 2280 поэтому наносим флюс берем припой включаем фен все и готово припаиваем убираем остатки флюса все это дело зачищаем теперь вставляем наши ссд и прикручиваем видите который был в комплекте с м2 м сата диском все затягиваем уже на родной винт вставляем вот и весь собственный апгрейд обратную сторону крышки нужно чем-нибудь приклеить можно будет скотчем хотим для того чтобы ссд у нас не касался корпуса все поправляем проверяем готово теперь можно будет смело закручивать все винтики ну то есть собираем компьютер и дальше уже приступать к установке системы через патчер ну и желательно загрузиться также со внешки и поставить дату 2020 год для того чтоб у нас патчерная система хорошо встала и так что мы видим инициализация диск увиделся сейчас проверим вот он не так ssd 512 гигабайт отлично просто прекрасно нажимаем стереть все остальное оставляем по умолчанию вы можете любое название использовать моем случае это будет макинтош ссд файловая система gg у айди формат и файловая система просто журнальный hfs так вот чтобы убедиться что он действительно новый запускаем smart утилита и видим видите все по нулям часы наработки все по нулям только показывать текущую температуру отлично диск у нас действительно новый без пробега так далее меняем дату что тут у нас 2018 год стоит давайте сейчас выставим 2020 2020 все нажимаем сохранить закрываем все теперь можно делать смело завершение работы подключать флешку с патчерной каталины если кому интересно как создать такую флешку есть также запись стрима примерно там почти три часа видео в этом видео мы создаем такую флешку в описании видео есть ссылки прямые на скачивание патчера образ вы скачиваете отдельно просто оригинальный берете вот и два макбука будет один 2009 года один 2011 и две системы мухави также через патчеры и каталины все мы загрузились флешки доходим до окна где у нас выбор всего делаем показать все устройства на всякий случай заново форматируем все то же самое схема раздела джи и айди оставляем название также будет макинтоши hd и куда пропала английская раскладка ладно что там у нас британская тоже пойдет вот и делаем если кому интересно как создать такую флешку пишите в комментариях запросом на ссылку я вам найду то есть там получается у нас был были два макбук один 2009 другой 2011 1278 то есть мы сперва создали мухави установили показал нюанс и прочее то же самое с каталиной создали установили вот вот теперь переходим переустановки macOS нажимаем установить ждем продолжить принять принять выбираем наш макинтоши ssd нажимаем установить патчерная система достаточно долго ставится сразу предупреждаю но потом она хорошо работает вот это первый этап установки то есть она до конца доходит потом перезагружается вот так вот и внизу показывает время ну то есть еще примерно 6 минут после этого он доходит до конца и снова перезагружается и доходит почти до конца главное без паники в этот момент она до конца дойдет мы принудительно отключаем с клавиатуры потому что так нам нужно будет пропачить некоторых случаях он прогружается до выбора страны то есть и настройки а некоторых вот так зависает и остается поэтому не паникуйте просто просто подождите и заново запустите зайдите снова на флешку с патчерной системы и уже в самый нижний пункт сейчас я вам поближе покажу вот нижний пункт mac os post install нажимаем ну то есть выбираем этот пункт кликаем нажимаем продолжить все здесь он определил модель это у нас macbook r41 то есть здесь эти галочки мы которых нет оставляем как есть нажимаем apple патч все ждем здесь тоже будет этап на котором он может зависнуть но у кого-то он не зависает то есть на зависит на какое-то время через пять минут отходит перезагружается и все выбор страны и так далее и тому подобное но иногда зависает на этапе сейчас я вам скажу на каком именно этапе как раз дойдем до этого этапа делом где у нас будет зависание но не на всех моделях и не всегда это происходит не знаю чем связано может что-то вроде спать ну вот он на тот самый момент об этом длд шарит кэш на этом моменте он иногда зависает и может так полдня простоять поэтому если вы ждете пять минут если он не перезагружается то есть вот как сейчас это было вот моем случае повезло он сам перезагрузился то тогда принудительно также отключаете нажимаете включить и уже не заходите на флешку он уже сам заходит просто он не иногда не ему не удается удалить кэш вот сейчас плывет окно выбор на настройки выбор страны все отлично система у нас установилась выбираем казахстан так как я нахожусь казахстане нажимаем продолжить без делаем быструю настройку пользователя стандартно вводим пароль потом при включении он может запросить пароль вводим тот пароль который создали сразу подключаемся к интернету заходим патч апдейт он есть настройках либо вас таблица с окошка сама всплывет запрос запросит обновление все устанавливаем дополнительное обновление которое бросит и все и ожидаем когда он запросит перезагрузиться все флешку удаляем нам больше не нужно патч у нас установился так все окошко спло типа обновления прошло нормально перезагрузить позже или сейчас можно сделать так перезагрузить сейчас перезагружаемся после установки системы нам также нужно будет включить функцию 3 давайте замерим скоро сейчас без стрима без стрима замеряем скорость видите скорость два раза выше то есть хороший апгрейд у нас еще и скорость хорошая учитывая что это 2011 год он увидите на чтение практически 500 выбивает 494 на чтение на запись у нас 406 до что там было максимум 404 497 498 но отлично скорость достаточно хорошая учитывая 100 старый ssd с которой с бедами у нас был этот ssd у нас в два раза быстрее по скорости помимо того что он два раза больше по объему заходим сведения системы здесь мы смотрим выделяем наш ssd поддержка trim сейчас у нас стоит нет открываем терминал он находится в программах утилиты вот терминал запускаем терминал здесь выставляем английскую раскладку и вводим команду суду trim force enable все нажимаем enter вводим пароль снова нажимаем enter y enter еще раз y enter все вот сам автоматически перезагрузится после этого нам нужно убедиться что у нас включился трим иногда с первого раза это не происходит бывает сразу 5 6 запускается поэтому если у вас не запустился и не активировался trim то пробуйте еще раз через какое-то время так мы видим что у нас поддержка 3 до стоит то есть нам повезло у нас первого раза trim завелся отлично давайте еще раз замерим скорость скорость но почти также 405 вот максим вот 406 407 наврать но чуть-чуть на несколько единиц выше на чтение 409 90 498 но в принципе также то есть мы получили в два раза больше памяти может конечно и терабайт и 2 терабайта но цена у них кусачья но на этом все всех благодарю пишите что думаете в комментариях под этим видео пока пока ну а также если у вас личные вопросы то приходите на стримы периодически проводим прямые трансляции там можно будет позадавать вопросы в прямом эфире вот код барс передает вам привет и благодарит за донат и